добрый вечер сегодня тема мы сказали будем говорить про как что мы там написали хамазан как добиться от него что мы хотим мы все иногда у нас из какие-то желания вещи что мы хотим иметь жизни и я думаю это вопрос каждый человек спрашивает как я могу как я могу добиться как я могу делать так что бог мне дал что я хочу если это возможно вообще человек у него есть желание хочет что она исполнилась у нас сила нету сила делать все мы не бог ну как мы можем его уговорить да чтобы нам сделал что мы хотим есть такая есть такая возможность сегодня я хочу немножко можно сказать даже научить учить с вами вместе как можно как как правильно привести это наше желание из из небеса суда в этот мир а с начнем есть очень важная глава вторе называется парашют вайгаш глава вайгаш там а вся история братья и усефа и усеф когда он как он был самый маленький брат до самый маленький я почти сам маленький да им когда ему было 17 лет как мы все знаем и муж не братья его продали там у них было их не причины почему но они его продали и он находился в египте там а у него была вся история был там 12 лет в в тюрьме потом вышел и стал король египта второй человек после фараон это был и усеф и потом сделал так всевышний что был голод в израиле был голод в египте но в египте они уже знали чтобы был будет голод как и усеф уже это узнал через да не он это узнал через фарон фарон имелый сон да так напишет нам тора и этот сон сказал что будет голод и перед голода будет много 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 еда много шефа и иосиф был очень умный узнал как это это берегить сберечь и слава богу в египте было все но в израиле не было якова уже видит что уже еда нету скоро уже будет проблема и он посылает его жня и важнее дети что идешь пошли в египет и там взяли что-то покушать и немножко привезли в израиль но когда они туда попали в египет они все зашли каждый из другого ворота из другой вход были несколько входы в египте и это яков им сказал каждый из вас в другой вход почему она были очень не были очень красивые люди очень сильные люди боялся яков что если они все в один вход пойдут будет будут сглазить люди когда смотрит так много братья такие хорошие такие сглазы не хотел что сглазили их сказал им смотрите каждый из вас в другой вход заходите когда это иосиф видит и они приходят к иосифу потому что все пришли к иосифу взять еду они к нему приходят и говорят смотри не пришли с нам надо у нас такая такая семья нам надо еда мы все будем покупать сказал им иосиф смотрите вы немножко там что-то у вас не то почему вы заходили каждый из другой вход и там всякие причины им рассказывал что он думает что они шпионы шпионы мирогрин да и у вас есть какие-то мысли я не знаю я не хочу вам давать сказали смотри и на воды хамирогрин мы не шпионами хорошие люди вот наша история наш папа все его знает яков мы 12 братья один умер не умер пропал мы остались и один маленький он еще остался мы здесь 10 и сам маленький дома у папы и один пропал а сговорить и миосиф окей хотите перевезите этого маленького как вы сейчас сказали если вы правду говорите приведите этого маленького бениамина сюда ко мне и так я узнаю что вы не шпионы вы хорошие люди все нормально с вами и потом как-то это было для них очень большая проблема этого делать они пошли обратно в египет и папа яков не хотела давать бениамина потом уже не было другой выход он видел что нету нету еда и его послал его послал в в египет с ними еуда это был один из он не был самый старший но он был лидер все братья еуда он сказал папы смотри папа на меня все что будет я беру на себя и не волновайся все будет хорошо окей взял еуда бениамина они пошли в египет потом там а юсеф их видит и он знает что они его же не братья но они не знают что он их не брать и он там специально делает им очень большие проблемы в конце он им дал еду все там а он им дал много еду и послал их обратно в израиль но он поставил внутри сумка бениамина одна из очень драгоценные вещи и важнее юсефа да как это назвали гавиа за гавиа кесе кубок да какой-то кубок поставил внутри они не заметили и они ушли потом посылаете сев какой-то посланник иди поймай их они от меня это взяли украли и этот посланник приходит горитая остановитесь юсеф не юсеф какой-то у них у него было другая имя там я сюда послал он сказал что кто-то у него украл что-то я хочу у вас проверить и они говорят что мы ничего не сделали да в первый раз когда они вышли в египет тоже была такая ситуация что юсеф поставил каждому в его сумку больше деньги и они когда они это заметили они сказали это не наши деньги давай обратно они пришли обратно к юсефу и все хорошо это я вам дал это я вам дал подарок да он сказал как будто да да это это было дано вам и сверху а с говорят ему иуда и все братья смотри первый раз тоже у нас такая ситуация была взяли что-то было у нас мы были очень честные люди пришли к тебе это обратно давать почему ты думаешь что сейчас мы нечестны он хочет проверить и он проверяет эхэл багадолу бакатон кейла он начинал с большом и последний этап ними с ним он заканчивал там все посмотреть и у бениамина нашлось этот кубок это вещь драгоценная сф и он сказал им смотрите вот это у него он должен быть мой раб сейчас иуда знал что сделать он обещал папу что привезет его домой и приходит к иуда к нему в порошат вайгаш и написано что иуда был такой очень сильный человек да и даже кто читает мидрошим мидрошим написано что у него даже были да написано что него были здесь на волосы на на теле да как иголки это его либо волосы открылись так и ему кофта открылась из этой волосы потому что он был такой он так злился на юсеф так много злился на юсеф и и хотел с ним спорить и сказать почему это вы ему делает и так случилось что и иуда хочет говорить с юсефом насчет бениамина и что он ему говорит очень интересно говорит я удаю серфу иуда умерли усы лишь макаритин иуда говорит ему смотри есть проблема ты не можешь взять бениамина как твой раб почему у него есть папа даже ok он это взял это мы не можем сказать нет потому что это было у него в сумке но у бениамина есть папа ты знаешь что случилось этому папу у него были два сына от любимой жены это юсеф первый сына так это было для него все он для него сделал там специальные одежда кутонет фасин когда он пропал и до сегодняшнего дня мой папа не может жить он грустно в траву а сейчас если ты его возьмешь и он не придет обратно к нему это уже все будет лапа папа не сможет жить ты не можешь даже бениамин до этого сделал ты не можешь только осудить бениамина есть здесь еще люди в округе что от этого будет очень страдать дэхагав by the way как говорит дэхагав кстати 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 очень интересно что в суд например нормальный суд сегодня когда человек делает какая-то вещь если посмотрим это никогда мы не можем судить человека сто процентов с цедек цедек это justice как говорит justice справедливо почему сегодня никто не может сто процент справедливо судить человека почему потому что даже скажем человек не знаю банк там а грубил ограбил ограбил банк окей хорошо ему надо сидеть тюрьму до тюрьме поставим но не только он страдает жена что-то сделал она ничего сделала может быть что она очень хорошая женщина сейчас она у него нету муж и только что нету муж очень тяжело жить надо сама дети кормить идти работать у него друзья тоже они будут страдать папа мама семья все будут страдать что он сейчас тюрьме да он сделал нехорошая вещь но не только мы его как будто наказываем как-то случается что мы наказываем всех говорят мудрецы что когда что-то случается человеку бог он сто процент справедливый он не может делать так что кто-то будет страдать без причины были сиба не может быть такая вещь он сто процент справедливый и поэтому если человек делает какая-то нехорошее дело и он получает это наказание друг люди другие страдают тоже папа мама семья если им не надо страдать не написано на них что им надо это страдание получить бог ему не дадут не дадут не не будет давать это наказание поэтому говорят мудрецы что очень очень хорошо быть друг другом садиким люди что они праведники будь их не друг почему когда ты их не друг у тебя есть друг что он такой очень мудры праведник если что-то должно с тебе хазве шалом случится бог смотрит говорит смотри окей ему надо наказать но у него друг ему будет тоже больно и он слава богу хорош человек ему это он не должен этого страдать а может быть что тебе это не сделают потому что у тебя друг праведник поэтому всегда говорят мудрецы твои друзья это очень важно хорошие друзья хорошие люди чтобы они тебя будут хранить охранять они тебя будет охранять люди это очень важно это просто маленькая . но говорят мудрецы что юсеф как мы сказали и иуда говорит ему смотрите не может думать только про себя тоже у него есть папа и этот папа будет страдать это вас пожалуйста от себя пожалуйста посмотри не таби ямина не для меня для папы папа яков что он не страдал что этот любимый сын у него ушел и потом юсеф и говорит что окей он уже решил что он должен сказать что он юсеф он не может уже поставить эту маску и он ему отвечает так убирает маску и говорит а не юсеф а от авихай я юсеф мой папа живой к в этом улице что за вопрос мой папа живой вы только что про него говорили если посмотрите там на строчки написано авину авину наш папа наш папа наверное там 30 раз они говорят про него вся эта пороша вся эта глава юсеф когда он убирает и ложная маска он говорит я юсеф мой папа живой мы только что про него говорили позову и папа живой а что он просто про него говорим мы хотим его чтобы он был живой чтобы он остался живой что здесь если хочет им говорить работой говорят на улице так юсеф им хочет говорить вы так вам важно что папа не страдал что папа бы остался живой пожалуйста не бери бениамина если будешь брать бениамина так папа будет страдать и наверно умрет говорит юсеф а не юсеф а я юсеф когда я что он всем что мне случилось быть вообще думали про папу вы а папа сейчас вообще он живой он мертвый папа потому что что вы мне сделали он еще мертвый написано в ролях он нам тут они не смогли не смогли ему ответить они не смогли почему не смогли буша не стыд у них этот стыд что правильно как мы мы сейчас тебе говорим тоже самое имей милосердность на наш папа но мы сами не имели милосердность на наш папа и поэтому них был стыд почему это все вам рассказываю потому что это вся история она была но связи наш наш связь в священном с богом это как юсеф с иуда юсеф это бог как как будто иуда это мы каждый еврей мы приходим к священному мы говорим смотри ибо на шарула не надо деньги не надо здоровья не надо хорошая семья не надо покой жизни я хочу много вещей я хочу что мне и ты их дал пожалуйста имей милосердность на меня и дай мне этой вещи мы все это хотим поэтому молимся но как мы можем его уговорить нам этого давать просто так смотри дай мне я хорошо выгляжу смотри я хороший человек я никому хан не 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 делаю так как все говорят я никому плохого не делаю дай мне как я могу его уговорить на мать действительно мне дать говорят мальцы уговорить бога что тебе дал ты должен делать это мера за миром и так и не гадмида что это мера замена бог говорит смотри у тебя в жизни в ситуации много что люди тебе делают что-то неприятное другие люди иногда это твоя жена ваш муж дети соседи неважно кто делают проблемы да это может должен быть человек что мы не знаем я где-то там а человек ездил и кто-то по дороге ему что-то они сказал или не давал или что-то там сделал как ты его судишь сейчас что ты про него думаешь что в сердце у тебя на него есть милосердность не суд вот так если я бы смог что я бы ему сделал это что у нас находит потому что он них они у меня плохого делал так мы живем говорит так как иосиф и иосиф говорит вы хотите что сейчас мне будет милосердно потому что папа будет страдать а вы тоже сама у вас когда это у вас такая ситуация была у вас не было это милосердность на папу а как я вам это создан я работаю мера замена говорит всевышний и поэтому нам говорят мудрецы если человек хочет уговорить бога сто процент что бог сделал все что я хочу это ключ я вам сейчас даю какой ключ как ты судишь других когда они тебе делают вещи так будет будет судить себя почему потому что человек просит а приходят ангелы какие ангелы ангелы что создается зиму одни вошли нехорошие дел и приходит ангел и как ему 5000 долларов не в этот месяц не даем мы не даем почему но не угоню него не но мгелу на ней не положено он сделал такие вещи такие вещи такие ему не положено но если ты человек всегда судишь других с милосердность смотришь на них ну так сделал человек но бы мать я на него не имея никакой злость миски кэн хомби миски жалко мне его до жалко мне его у него такая семья так его учили я бы хочу ему помогать я бы ему помог если так человек смотрит на мир смелосердность всевышний только тоже смотрит на него смелосердность всегда 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 и поэтому это первый ключ как и можем каждый из нас я вам говорю работает даже человек сделать человек другому что-то очень очень нехорошим неважно что если сейчас ты будешь на него что-то там думать и иметь сердце твоя сердце она нечистая если сердце нечистая а когда же богу говорит азия тоже тебя не могу дать смелосердность потому что у тебя сам нету нас если мы будем иметь это меда беда это качество да как мы сказали смотреть на других смелосердность мы сможем что когда же богу нам дал тоже это это точка это милосердность тоже он будет смотреть на нас на тоже на тоже самый уровень как мы смотрим на других а это одна точка вторая вещь работай это есть кто то что мне спросил один раз он сказал смотри почему почему у меня всевышний не дает мне много денег я хороший человек почему у меня не может сделать миллионером хороший вопрос а и он все может и вы всегда говорите что я сын бога они матем наши минуты мы его сыновей чтобы если папа был миллиардер да оба у него не хотела купить дом сын хотел не важно что даже сын вы знаете не такой бы дал папа захотел с почему всевышним не дает один из ответов это так я ему так ответил этому человеку всевышним дает у каждого из нас иногда в жизни мы получили в какой-то месяц больше чем было должно прийти помните такие ситуации один месяц и получаешь экстра 2 2000 долларов а а сейчас всевышний тебя смотрит ну что с этом сделаешь экстра ты не думал что придут этот день 2000 пришли что ты с этом делаешь ты это берешь для хорошие вещи я имею ввиду для других до донейшин потому что люди всегда говорят что они говорят воно шарам дай мне деньги я синагогу выстроить я буду дать много цдака я это сделаю софилтура буду писать окне проблем ты сделаешь очень хорошие вещи давай посмотрим давай посмотрим вот 2000 долларов экстра получил что с ним делаешь куба иду куб а куба от тебя миллионера не сделаю почему ты говоришь за кошмар дака вот бедные люди в кубе работай а когда шбаху это не какой-то человек что и можем с ним играть это очень будь внутри надо что было сердце должна быть чистое написано в пирке а вот что это раби йоханан бен закай он был клав неравай израэлла в бремя авторова храм когда разрушил софтарова храм раби йоханан бен закай он имел пять студенты написано раби элиазар бен оркенуз раби бен хана раби йосея куэн раби шимон бен нетанэль и раби азар бен оркен пяти студенты и каждый студент был какой-то там великим что-то и он на них всегда он их шибе охота да хвалил да хвалил и один раз он их спрашивал вопрос написано это в проктате а вот он спросил вопрос эзо и дехи эшагаши и богу луадам какая правильный хороший самый хороший путь самое хорошее качество или вещь в жизни что человек должен выбрать а забили за волос говорит смотри самое хорошее это хороший глаз если у человека хороший глаз это самая хорошая жизнь приходит лаби этот второй моби шо бен ханя говорит не хороший друг друзья хорошие все будет хорошо говорит таблищи заби йосея куэн хороший сосед ну друзья это друзья но соседи это что это возле тебя это обещание говорит а вот это ну лад кто видит будущее как будто кто видит предвидеть да что будет это очень это очень важно да а приход хаби и лазар бен орк последний и говорит хорошее хорошее сердце левтов доброе сердце доброе не хорошее доброе хорошее 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 сердце приходит раби йоханзакараббай он услышал всех и он говорит горе они едва раби а лазар медеврихем шабихал дебра в дебрихе я вижу лаби и лазар бен орак последний что сказал хорошее сердце он самый хороший ответ дал потому что и ваш не ответ имеет все ваши ответы внутри него почему а вот и когда у человека сердце она чистая на никого у него в сердце нету ничего он всех любит не важно что акадош богу бог никогда не может ему делать что-то плохое потому что я всех суду сужу на хорошем всевышнему это как будто нельзя делать он справедливый и так это работает поэтому он говорит работа на сердце что она была чисто а а не говорю что было плохое сердце иногда вы знаете на лаван тоже у него немножко там сидела с авто за спуске сидела были какие-то вещи что это имеет иметь ввиду хорошее сердце это когда человек может смотреть человек другого да и всегда видит у него хорошие точки всегда видит как он никак он что-то плохое сделал где он что-то хорошее сделал я слышал был один арабай в израиле он сказал что он живет на браке и там у них каждые 15 минут стучают вверх он там есть такие не просто так а я я ты хочешь открыть дверь и дать ему одну что понял что такие вещи не делаю тоже дети дети спали он их разбужил и он еще хочет что им куда-то деньги а этот арабай сказал знаете этим люди я даю самому больше поэтому они не потому что я царик я какой-то там хороший добрый человек и в нем не поэтому потому что я хочу что следующий раз что я хотел что-то и всевышнего и бог будет смотреть на меня кто-то что ты делал уже что мне надо это тебе даст бог не сможет сказать нет потому что я такими даю тоже я даю такими что даже им не но могилами они не заслуживают он даже не заслуживая ему даю сердце у меня чистое чистое когда мне не что-то будет надо оказывать богу не сможет мне сказать нет он просто не сможет и поэтому эта тема что он сказал как мы можем уговорить ты уговоришь потому что бог нам дал это закон ты уговариваешь его тебе дать сердце чистое всевышний улыбается это что он хочет а это одна . вторая . работаем мы знаем все что молитва нахман из брестов говорит что если вы знали мы бы знали как молитва она работает мы бы работу оставили и пошли молиться если бы человек по понял что молитва работает больше чем тысячи раз больше чем детства делать мы бы молились на каждая жизнь мы просто не понимаем какая большая сила есть молитв мы так как и молиться я делаю и бай давай позже надо молиться угонение надо молиться молиться и бай давай надо тоже делать о но когда мы молимся работа есть есть какие-то законы как мы можем действительно что наша молитва работала я хочу вам сейчас несколько типы давать говорят типы тоже на русском типы это не на русском советы несколько советы это слышится русский да несколько советы как мы можем молитва действительно что наша молитва работала работая я это вам говорю сто процент не 90 того сто процент первая вещь написано в тире в псалмы давида корова донай ле холку а в ле холл ашер и грубая мит всевышний он близки всем кто к нему обращаются так написано он близки к всем кому и всем кто его серьезно про просят бмт бмт это несерьезно это кто все кто его по правде по-настоящему а по-настоящемуプросят есть такие что просит не по-настоящему а если кто просит по-настоящему что Но это по-настоящему. Я по-настоящему не знаю. Как я могу знать? Я вам расскажу маленькую историю, что случилось. Рассказ был какой-то человек, еврей, но еврей очень далёкий. Очень-очень далёкий. Его звали Джефф. Он из Америки. Он был атеист. Не вера в Бога. Но как-то пришёл в Иерусалим гулять. И все идут в стеноплач. А он тоже пошёл посмотреть, какие там хорошие, красивые камни. И он обращается к стеноплаче. Вы знаете, там написано в Торе, что Бога существования, присутствие, она никогда оттуда не ушла. Человек туда приходит. Каждый человек. Ты видишь, Доналд Трамп так молится. Обама даже. Я был недавно в Израиле, в стеноплаче, я видел какой-то китаец. Я вам говорю, 45 минут. На камне. Плакай. Китаец. Я удивился. Я удивился. Мама же удивился. 45 минут на него смотрел, что ли? А, нет, я тоже там молился. Я Тейлин читаю, Икуна Кларию. У меня много что читают. Хабаразма. Не, я еврей, я понимаю, 45 минут там быть. Я это еврей, окей. Но он, что у тебя здесь вообще? Что-то чувствуется там. Все говорят. Приходит Джефф туда, и что-то он чувствует. Есть Бог в мире. Но он не уверен. Есть, нету. Но я чувствую что-то. Открыло сердце. И он говорит. Всевышний. Если ты есть. Если ты есть. Я не знаю. У меня сомнений, но сейчас я чувствую. А пожалуйста, вот я уже здесь нахожусь. Если ты действительно есть, дай мне знак. Дай мне знак. Что ты хочешь, что я пойду в твой путь? Открылся сердце. Атеист. И был там какой-то ученик Эшатова. Эшатова Ешива есть там. Какой-то ученик смотрит на него и говорит. Смотри, это человек из Америки. Я тоже из Америки. Ну, смотрится как будто он серьезно молится. Но он не выглядит такой религиозный. Наверное, я ему буду предлагать. Для отца, алло. Учиться со мной немножко Тора каждый день. А он ему так в плечо стучил. И говорит ему. Здравствуйте. Меня зовут так и так. Я видел вас. И похотелось мне с тобой заниматься Тори. А он это знак. Я только спросил, дай мне знак, что ты хочешь, я пойду на твой путь. И вот уже кто-то меня берет туда. Я сказал, окей, давай. Начинал учиться. Сказал, окей, я останусь в Ешиве. Шесть недель остался там. В Ешиве. И вот там увидел какая-то девушка. Один раз они шаббат сделали. Увидел какая-то девушка. Я сказал, смотри, это религиозная девочка. Какие хорошие. Какие красивые. Я бы хотел жениться на одну такую. Давай я сделаю. Кипу поставлю. Все как положено сделаю. И Бау Хашем он в еврейский путь пошел. И потом он обратно уехал в Америку. Он уже стал религиозным. И там какой-то шаббат он увидел эту девушку. Что он увидел. И хотел жениться на такая. И как-то она к нему обратилась. И они начинали говорить. Он говорит, я тебя знаю. Я тебя знаю. Я тебя где-то видел. Та-та-та-та-та-та. И они женились. И слава Богу хорошая семья. Все хорошо. А вот когда человек. Даже это есть не важно. Приходит. Всевышний. Но он беэмет. Беэмет это по-настоящему. Я хочу знать. Я хочу быть. Если ты по-настоящему. Бог с тобой. Он будет сто процентов с тобой. Кого ваше млехор кора. Лехор ашир кау бэмет. Это первая вещь. Надо быть серьезным. Надо быть настоящим. Надо понимать. Что Бог для нас это делает. Вторая вещь работает. Как мы можем делать так. Что молитвы наши. Слушались там. Написано. Пишет. Рабин Ахванс Бреслер. Чтобы молитва. Получилась в небесах. Она должна иметь хэн. 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 Приятность. 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 Когда вещи они приятные. Люди получают. Правда? Когда человек например. Есть такие люди. Что неважно где они идут. Что они делают. Все их любят. Все хотят. Им помогать. Для них делать. Почему? У них есть какой-то хэн. У них какая-то приятность. Что люди их любят. Это называется хэн на еврейте. Моце хэн. Надо что молитва имела приятность. Что она была с хэн. И так она получилась. Как мы этого делаем. Говорит Хабин Ахван. Когда человек просто молится. Это хорошо. Но когда это. У него есть приятность с молитвой. Это сто процентов. Будет получаться. Как мы этого делаем. Говорит Хабин Ахман. Что когда мы учим Тора. Какой-то свет. Приятности. Приходит к нам. И в нас заходит. Каждый из нас здесь. Что мы учим Тора. Когда мы выходим сейчас из урока. На нас всех. Есть какая-то свет. Что называется свет приятности. Худ чел хэсэд. Худ чел хэсэд. И этот свет. Вещи что мы говорим. Заходит к людям. В сердце. Не только людям. Тоже там в небесах Всевышнего. Это заходит. И это все. Все. Даже. Хасимот. Хасимот. Все закрыты. Это все. Открывает. Програды. И поэтому. Если человек. Не просто так. Молится. Знаете. Написано. В Аллаха. Закон. Что человек должен молиться. В это место. Где он учится. Есть. Великий мудрец. Хидар. Он говорит. Когда человек. Он. Ищет дом. Жить. Он заходит. Посмотреть дома. И. Спас. Спрашивается. Вопрос. Как. 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 Выбрать дом. А здесь. Каждый человек. У него. Есть. Выбор. По кухне. Если. Кухня. Красивая. Все. Я беру. Есть. Такие. Самое. Важное. Для него. Есть. Ступеньки. Каждый. Имеет. Важные. Вещи. Говорит. Равхидар. Что. Когда. Человек. Выбирает. Дом. Он. Должен. Посмотреть. Ни кухня. Ни спальня. Где. Будет. Мое. Место. Где. Будет. Мой. Уголок. Где. Будет. Уголок. Когда. Заходим. Выбирать. Дом. Как. Хороший. Так. Делаем. Да. Не. Газеты. Това. И. Газеты. А. Это. Что. Человек. Почему. Почему. Говорит. Авхидар. Потому. Что. Когда. Если. У. Человека. Есть. Какая. Проблема. Не. На. Вас. У. Человек. Есть. Жизнь. Что. Надо. Далеко. Тикет. Стоит. Тысячи. Долларов. Куда. Пойду. Говорит. Тебя. Стена. Плач. Есть. У. 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 Вы знаете, есть две типы люди в жизни, сугим, есть такие люди, что не важно, что будет, не важно, что они имеют, спасибо, все хорошо. А есть такие, что не важно, что у них есть, не важно, что будет, а, нехорошо, жалуются, а, у них больше, я могу, да, окей, есть такие, есть такие. Говорят, мудрецы, смотри, тебе невыгодно быть второй. Почему? Нескопричен. Вы знаете, человек, что всегда жалуется, он и живет. Не живет? Не живет. У него нету кайф. Даже, например, он пошел, вы знаете, деньги немножко зарабатывал, пошел в Мексику, взял отель, и, но он там что-то найдет, что не то. И потому, что он нашел, что не то, ты так заплатил много денег, так заработал много, и сейчас ты не кайфываешь, тебе не хорошо, тебе не сто процентов хорошо, потому что что-то здесь не то. Этот человек, поэтому, жалко на него, вся жизнь не кайфывает. Но, я думаю, что есть большая причина, почему нам не выгодно быть такими людьми. Вы знаете, когда мы говорим, что нам нехорошо, в другие слова, мы говорим Богу, ты не делаешь хорошую работу. Написано в Теилим, «Элухим лотивзе». Что это «Элухим лотивзе»? Человек должен быть очень осторожен, не обижать Всевышнего. А что, я обижаю? Я никогда ему плохое слово не сказал. Ты говоришь каждый день, двадцать, тридцать, четыре, сорок раз, когда, когда говоришь, «Мне нехорошо». Когда ты говоришь, «Мне нехорошо», в другие слова, ты говоришь Всевышнему, «Эта ситуация, что ты сделал, она нехорошая». Ты неправильный, ты не знаешь, что ты делаешь. Это что мы говорим? Я тебя сейчас научу. Если бы я был ты, ого, что я бы сделал, все по-другому. Так это что мы говорим? А вот этот человек женился, ему это не... Не просто, сладко. Не просто. Ты говоришь Всевышнему, ты не знаешь, что ты делаешь. А кто вас соединил? Мы говорим в Талмуде, «Акадош Бахуми, Савек Зивуги, Всевышний, он делает». Никто, ни другой этого не делает. Только один делает мяч, соединяет муж и жена. Только Всевышний. Кто такого может взять, ответственность? Да, никто не может взять такие вещи. Если ты уже ей поставил это кольцо, это имеет в виду, это Всевышний хотел. И когда ты говоришь ему, смотри, нехорошо, ты как будто ему говоришь. Не как будто, ты ему говоришь, ты не знаешь, что ты делаешь вообще. Если я был ты, я бы все по-другому сделал. Ой, ва, 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 эллоим, лот и взе. Должны быть осторожны, его не обижают как будто. Так, обижаю. Что надо сказать? Спасибо. А как? Мне нехорошо. Почему все равно спасибо? Потому что, если человек не понимает, что что случается сейчас, это самое хорошее тебе, чтобы ты поднимался, это что ты должен иметь, это твой сейчас не сайон, тест. Ты это не понимаешь, Всевышний это решил. Скажи спасибо. Это самое хорошее. Если ты это не понимаешь, ты его обижаешь. А люди, что не говорят спасибо на каждую ситуацию в жизни, они обижают Бога. Человек, что обижает Бога, говорит, смотри, не хочется тебе хорошо сделать в жизни. Если у меня был сын, что меня всегда обижал, всегда мне сказал, смотри, ты не хороший папа, мне бы не было мотивации ему помогать. Сейчас Всевышний это не человек, но нам надо понимать, что люди, что не говорят спасибо на все, у них жизни будут всегда без проблем. Все будет отцу, хасум, хасум это перекрыто. Перекрыто. А что надо делать? Надо сказать спасибо. Да? Лев нишбар в нитке, Элухим лотивзе. А когда человек всегда жалуется на его жизни, ты обижаешь Всевышнего, и это тебе все сейчас не работает. закрывается. Закрывается. А что надо делать? Надо понимать, что все это на хорошем, сказать спасибо. Спасибо. А вот и больше мы скажем спасибо, наши молитвы будут там что-то делать. Человек, что знает сказать спасибо. Вы знаете, почему мы в молитве, наши молитвы, когда мы стоим, молитва Амидар. есть три благословения в конце. Это благословение, это называется благословение, мы там ничего не просим. Это называется шебах веодая. Мы только говорим спасибо. Спасибо, что мы живем. Спасибо, что есть все. Да, что хорошо. Это спасибо дает, что молитва получилась в небесах. Люди, что не знают, говорят спасибо. Говорят спасибо. Даже не на хорошей ситуации надо сказать спасибо. Потому что я им только его нехорошего. Но если мы знаем этого делать, наши молитвы всегда Бог будет их ответить. ответ нам дает, что мы хотим. Так мы его уговорим делать, что мы хотим. Скажи спасибо, я тебе дам больше. Но не только сказать спасибо. Надо знать тоже, когда мы говорим спасибо. Потому что иногда человек говорит спасибо, и все. Не получает больше. Почему? Есть написано про Леа. Леа, это была жена Якова. Она имела первый сын, Реувен. Слава Богу. Потом имела сын, Шимон. Потом Леви. Потом Юда. С каждой из них была какая-то причина, почему она его назвала Реувен. Реувен, Реума бен Бниле бен Хами. Посмотрите, что разница мой сын и мой тест сын. И Шимон, Шешама, Шемет Они. Шимон, что слушал, Шама это слушал, Бог моя молитва. Да, что Гахер, она была очень... Все ее любили, а меня не любили. Всевышний меня послышал, что мне дал еще сын. И потом Леви. И потом Юда. Юда. Почему она здесь была звала Юда? Апам, вот это же... Сейчас буду... Сейчас мне действительно надо благодарить Бога, что мне дал четвертый сын. Аз, первый вопрос. Надо благодарить в первый сын, почему ты благодариваешь в четвертый сын? Аз, говорят мудрецы, что жены Акова, они все знали, что будет 12 коленок. И у них была какая-то... Как не драка, но немножко... Была competition, да. Было соревнование. У кого будет больше? Аз, Леа, она начинала первое. О, Геувен. У меня хорошо. Леви, Юда. Как для Шимон, Леви. Когда был Юда, он сказал, сейчас мне действительно надо сказать спасибо, потому что есть четыре жены. Объективное большинство. И из четыре... Я уже, если будем разделять, я получаю уже больше. А на это надо благодарить. Апамудет Ашем, сразу после этого, что написано, ватанцов умилетет. И она перестала... рожать. 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 Почему? Вот только что благодарила. И так перестала рожать. Говорят мудрецы, когда человек благодаривает Бога, это очень хорошо. Но когда мы благодарим Бога, мы как будто говорим, о, туда раба, спасибо. Все, мне тебе не надо больше. Спасибо. Talk to you. Next time. Next time. Поговорим уже в следующий раз. Бог хочет, что ты с ним связывался, тоже после, что он тебе сделал что-то хорошее. Мы еще папа и сын. Что, все? Только когда надо? Сейчас получил все? Нет, скажи спасибо. И не менее я хочу еще. Дай мне еще. Надо просить больше. И поэтому каждая вещь, работая с ним Всевышний, вам что-то хорошее сделал. Всегда нам хорошее сделали. Да, мы сегодня стали, и слава Богу, кушали, и вкусно было. Живем. Есть муж, жена, руха шея. Со мной женилась. Это тоже надо благодарить, что она меня взяла вообще. Нахал? Если не было, я бы это... Каждый день держал. Где-то там спал где-то. сам. Лонли. Дети, слава Богу. Это все надо благодарить. Благодарить. Надо благодарить, сказать спасибо. Но дай еще. Почему нет? Еще другую жену. А, не, не жену. Дай еще хорошей жизни. Ты, до Якова, есть еще время. Да. Ну, дай еще. По-русски, понимаешь? Да. Это тоже... Мы это тоже учим из Хони Амиагел. Хони. Это первая гмара я учил в жизни. Масеха от Бабы Меция. Прократия Бабы Меция. Был человек, его звали Хони Амиагел. Что это Меагел? Хони Круглый. Округляющий. Округляющий. Округляющий Хони. Почему его так назвали? Что это за имя? Он был очень большой, великий мудрец и праведник. И была какая-то ситуация в Израиле, что у них уже несколько года нету... Нету дождя. И там в Израиле, вы знаете, до сегодняшнего дня, когда нету дождя, нету, что пить. И была большая проблема. Ничего не росло и так далее. И уже люди, смотри, сказали, нету на кого надеться. Они пришли, обращались к Хони, знали, что он большой пророк. Сказали ему, смотри, ты, у тебя есть обязанность, что-то сделать, открой небеса, и не знаю, сделай что-то, что нам дали дождь. А с Хони взял карандаш, там рисовал круг, зашел в этот круг и сказал, я отсюда не выхожу. Но как я смотрю, я вижу, что читает на меня водички. И там молится, и молится, и молится. И действительно, началось такая началось наводнение. А он говорит, не, 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 я не это имел ввиду, дай мне благословенный дождь. Не такой. А дали ему благословенный дождь, но он не перестает. Не перестает. Что сделал Хони Аммиаген? Привез жертвенник, жертвенник туда. Что это жертвенник? Он сказал, это жертвенник, спасибо. Спасибо, что мне слушал. После, как он сказал это спасибо, перестал. Спасибо. Слава Богу. Так он перестал этого. Мы учимся отсюда, когда ты говоришь, все, спасибо, Бог понимает, окей, все, ты со мной, ты уже спасибо мне сказал, если хочешь еще, должен еще молиться. Поэтому мы говорим, спасибо и дай мне больше. Так всегда надо быть. Когда человек хочет что-то получать, начинай твою молитву. Спасибо за жену. Даже она не такая. Спасибо. Я знаю это, что мне надо. Спасибо за дети. Спасибо за деньги. Спасибо за еду, что сегодня кужил имел удовольствие. Спасибо, что у меня есть работа. Спасибо, что я еврей. Спасибо, что я учусь, что у меня есть такая возможность прийти в такая синагога. Слава Богу. Спасибо. А потом, улыбану, что она, мне надо деньги, мне надо, что жена была лучше, мне надо, что дети были лучше, мне надо, что потом это работает. А вот это третье. Я дам вам еще, это все надо помнить, да? Все записывается. Все записывается. Дам вам еще. Айн Роэш. Айн Роа. А вот Ай. Написано... Когда человек хочет, чтобы молитва получилась, есть одна вещь, что она очень-очень сильная, чтобы все нехорошие... Это называется наявление Мекатрагим. Мекатрагим это... Мекатрагим это... А не, Мекатрагим это... Вы знаете, у человека есть много нехороших вещей, что он делает. А эти вещи, это как... Вредители. Вредители, да. Вредители, да. Они говорят, смотри, он не достоин. А с этими Катрагим не дает, что молитва получилась. Как мы этими Катрагим можем убирать работу? Обвинители. Обвинители? Да. Как эти обвинители можем их убирать? Говорят мудрецы, это когда мы даем поджертвовник. Задака. Человек перед молитвой берет 10 долларов, ставит задака. Это ему немножко... 10 долларов. Немного бьет, но немножко там... Я бы смог сейчас купить что-то. Поставил. Поставил. Поджертвовник. Это все эти... Обвинители... Убирает. Молитва сейчас идет больше. Лучше. Поэтому мы в молитве так и делаем. Кто идет молиться, шахарит утром. Мы даем там три монеты поджертвовник. Потом мы начинаем молиться. Так надо делать. Это еще один совет. Работай. Большой-большой совет я хочу вам сейчас дать. Вы знаете, есть многие люди, когда они просто Всевышнего. Они просят Всевышнего. Они просят Всевышнего. Как мы сказали в... Сегодня. Они говорят, смотри. Я... Я сделал митву. Одевал сегодня тфилин. Я сегодня... Делал какое-то хорошее дело. Пожалуйста, Ибоно Шарам, Всевышний. За это хорошее дело, что я сделал. Плати мне. Здесь, в этот мир. Мы хотим зарплату. Возьми этот тфилин, сделай мне их. Вот у меня есть желание. Я для тебя сделал. Делай тоже для меня. Мы много раз так... Как будто думаем, что так это правильно молиться. Вот я сделал. И дай мне тоже. Работай. Так нельзя молиться. Ой, ой, кто так молится? Почему? Всевышний говорит... Ты можешь мне сказать, что я тебе должен? А я одевал сегодня тфилин. А я у тебя уже платил на этот филин. А как ты мне платил на этот филин? Я тебе руку дал. Это уже я тебе заплатил перед. Мавсиевыш, мне поставил мезуза. Дай мне... Я тебе уже заплатил на мезуза. Я тебе дом дал. Кто это может сказать? Я поставил тфилин. Я тебе плечи дал. Плечи дал. Плечи дал. Плечи дал. Плечи дал. Ты дал такие красивые волосы. Волосы. Чтобы вскрывать их. Кто тебе их дал? Я тебе уже заплатил. Ты можешь их удовольствием видеть. А мы, работай, мы не можем прийти так молиться. Ты должен. Дай меня, потому что я сделал. Я тебе уже заплатил тысячи раз больше. На что ты сделал? Все. Поэтому, работай, нам надо понимать, когда мы просим что-то, надо просить Матнатхинам. Матнатхинам, дай мне, потому что ты милосердный и ты даешь бесплатно. Бог, он хороший. Он только хороший. И почему он нам дает? Потому что он хороший. Бесплатно. Все, что мы получаем в жизни, работай, это не потому что мы сделали. Это потому что он нас любит. Все. И поэтому, когда мы просим что-то, есть такие люди, что им очень тяжело просить. Знаете почему? Они думают, что они нехорошие. Как я попрошу? Знаешь, кто я вообще? Что я сделал вчера? Как я могу сказать, дай мне миллион долларов? Как я могу? Это неправильно. Каждый человек это может сказать. Почему? Всевышний не дает нам, потому что мы дали, сделали. Он дает нам отнатхинам бесплатно, потому что он хороший. И поэтому ты можешь... Есть такие люди, что они боятся экзаджировать. Экзадживать это... Преувеличивать. Преувеличивать. Он говорит... Это медведь. Почему? Скажи больше. Может, две тысячи получишь. Почему говоришь так мало? Еще одна точка работы, что я хочу говорить про нее. Это... Написано в Талмуде. А мешатевшем шамаем бе цааро, куфлим ло парносато. Человек, что... Мешатевшем шамаем. Мешатевшем шамаем, это когда у тебя цаарь, что-то нехорошее в жизни. И... Даже когда нехорошо, ты... Привозишь всевышнего... И ставишь его... Как будто... Ты его... Ты про него думаешь... Во время, когда тебе нехорошо. И ты получаешь, что он тебе сделал. Если у тебя есть такой уровень... Куфлим ло парносато. Если у тебя была, например, заплата... Какая-то... 100... Сейчас будет 200. Так написано в Талмуде. Куфлим ло парносато. Каждый человек, что... У него... Какая-то проблема. И он понимает, что... Это все из Бога. И он это получает приятно. Принимает... Все это по-хорошему. Почему... Этот человек... Всевышний ему дает... Куфлим ло парносато. Говорит Маша. Почему ему дают заплату больше сейчас? Почему сейчас у него парносато деньги... Умножаются? Говорят мудрецы. Умножаются у него деньги, потому что сейчас... Потому что он достиг этого уровня. Что понимает, что все из небесах. И получать это с радость. А сейчас и вошлия молитва слушают. Иногда нашу молитву не слушают 100%. Потому что есть всякие, как мы сказали, винители. А винители, что не дают, что это будет происходить, что это сбылось. Но когда человек получает на себя такая... Да, у него какая-то проблема, и он понимает, что это все Всевышнего. Такая ситуация, если ты на такой уровень... Всевышний слушает твою молитву. А так слушает Саевошнюю молитву. Поэтому работа... Написано... Есть еще одно объяснение, что это имеет в виду. Это человек, что когда он спрашивает, он не только спрашивает для себя. Он спрашивает это для Всевышнего. И когда мы так спрашиваем, мы получаем. Я вам дам пример. Человек хочет жениться. Или хочет, что дети женились. А он может сказать Всевышний, смотри, я так сам. Нет у меня никого, я хочу жена, я хочу хорошая семья. Дай мне, пожалуйста, жениться. Это он просит для себя. Но он может тоже спросить так. Ты сказал в Торе, что человек без жены, он не может правильно жить. Он его может соблюдать, что надо соблюдать. Написано... Каждый человек, что он без жены живет, у него нет благословения. Не только что он не женатый. Ты можешь быть женатым без благословения. Это имеет в виду, что у тебя есть мир. Если нету жена и нету мир с женой дома, нету благословения. Это шурхана ух пишет. Ты от этого не можешь убегать. А Всевышний, я хочу жена, я хочу мир дома. Дай мне. Но почему ты это просишь? Я прошу это для тебя, потому что ты сказал, что не можно быть правильным, хорошим евреем без женой. Есть человек, что просит деньги, потому что я хочу хорошо жить. Я хочу кормить детей, я хочу, чтобы жене было хорошо. Это очень правильно, но это для себя. Но когда ты говоришь, дай мне деньги, не для меня. Что я? Я ничего. Я хочу деньги, чтобы мне было очень легко соблюдать законы. Что у меня была эта возможность делать больше щиуа тоа. Чтобы люди смогли учиться тоа. Спонсировать люди, что учат тоа. Строить синагоги. Дать людям бедным. Я прошу не для себя, я прошу для тебя. Когда человек так просит, это очень-очень сильно. И надо уметь. Надо, надо это, это работа на себя. Надо перестать быть такие очень... Я, 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 все для меня. Я хочу для мира. Для других. Когда мы так обращаемся. Всевышний дает. Это работает. Последняя работа вещь. Вы знаете, есть люди. Я это заметил. У меня недавно был ханукатабайт. Ханукатабайт, когда человек строит дом или... Покупает дом или рентует дом. На веселье. Да. Берут десять людей. Мы сидим. И мы читаем всякие вещи. Это освещает дом, делает его хорошей энергией привозит. И так далее. Это очень хорошая вещь сделать. А надо десять людей. Я... У нас была такая ситуация, что были только девять. Здесь. И... Надо было еще один человек. Я позвонил кому-то. И... Он сказал... Мы позвонили несколько людям. А все были очень... Заняты. И все сказали мне тот же самый ответ. Какой ответ? Если я десятый... Я приду. Если нет другого выхода, ты не найдешь никого... Я приду. Очень интересно. Я тоже это заметил. У меня организация есть. Мы... Мы берем... Мы... Я много делаю... В Кишот. В Кишот это... Встречи. Встречи. С людьми. Чтобы нам дали немножко... Ихние десять процентов. Чтобы мы сделали много уроков. Тора. И диски. И всякие такие вещи. А... Когда ты приходишь к человеку... И ты говоришь... Смотри... У меня есть сейчас... Какой-то вещь... Урок. Диски. Надо сделать. И я уже просил всех. У меня нету... Не хватает так и так. Ты моя последняя... Надежда. 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 Когда ты говоришь... Ты моя последняя надежда... Он не может тебе сказать нет. Что я все... Это я? Только я остался? Ну и чувствует хорошо с этим тоже. Да это... Только ты на меня... Окей. Что я могу делать? Он открывает и дает. Работаю... Не только люди так. Тоже Всевышний так. Когда человек молится... Ему надо деньги. Но он думает... Когда он молится... Ну... Может быть я... Послал там... Мои... Резуми. Резуми туда. У меня есть какой-то... Знакомый. Знакомый там. У меня есть друзья. Как это можно быть? Но тоже надо... Мне тоже ваша помощь надо. Пожалуйста. Но у меня есть еще другие. Всевышний говорит... Если ты не только на меня надеешься... Я не буду делать все для тебя. Но если ты ко мне приходишь... И ты мне говоришь... Только ты... Никто мне другой не может помогать. Когда шо? Бог тебя не может сейчас так оставить. Работа это большой секрет. Я это делаю каждый раз. И надо всем это использовать. Когда ты обращаешься к Богу... И говоришь ему... Смотри... Это только ты... Никто другой мне не может помогать. Я не надеюсь на никого. Потому что у меня все люди. Люди... Не можно на них надеться. Это милвада. Только ты можешь решить все. У меня есть проблема. И только ты мне можешь ее решить. Все. Если у нас такая... Мысль. Подход. Мы это получим. Мы это просто получим. Как будто я это сделал недавно. У меня была очень большая проблема. Почему? И... Мы хотели надеяться до доктора здесь. Позвонили. Наверное он знает. Он знает. Потом я сам себе сказал. Иисая. Никакой доктор. Никакой шмок. Никакой шмок. Никакой. Никто. Есть только один. Только к нему обращайся. Да иди, ходи. Но на них не надеешься. Они работы. И так я сделал. Несколько дней. И все. Вся проблема ушла. Даже не понятно как. Просто ушла. Это работает. Поэтому надо сказать. Либоноши Лалам. Только ты. У меня была такая ситуация недавно. У меня поймал там... Ну... Полицейский. И да. Всегда когда я поймаю. Полицейский. Я всегда говорю. Смотри. Я неправильно был. Я честный человек. Я не остановился на стоп. На два стопа даже. Он за меня... Нет. Я остановился. Но вы знаете. Иногда ты остановишься. Такой. Я целый дыхал. Маленькая такая остановка. Ну я это сделал мою. Все. Да. А для них это недостаточно. Он меня остановил. И я ему все... Все сказал. И... Приходят ко мне мысли. У меня есть один ученик. Он... У него паралегал. Он знает как... Тебя вытащить из этой... Я сразу... Начинаю думать. Ну хай тут. Я с ним поговорю. Так сделаю. Как-то от этого... Уйду. Наверное сейчас я ему скажу. Что я... Я... Я не... Я не знал. У меня что-то случилось. Какие-то... Так. Начинал думать. Я надеялся на мои объяснения. Надеялся на... Этого человека. И потом я сам себе говорю. Ислайя. Что ты делаешь? Что они могут делать? Они все. Есть только один. Я начинал сделать какая-то вещь. Я сказал. Энод милвадо. Энод милвадо это имеет ввиду. Нету... Ничего. В жизни. Кроме... Бога. Все. Он все делает. Он мысли людям привозит. Он все делает. И этот офисер. Да? Он там заходит. Пишет, 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 пишет вещи. Не знаю что там пишет. Я молюсь в машине. Энод милвадо. Энод милвадо. Энод милвадо. Энод милвадо. И так написано. Хайми Божин говорит. Если ты... Заходишь на такой уровень. Что ты понимаешь. Что действительно нету никого кроме Бога. Ты увидишь чудеса. Я так это старался делать. И он ко мне приходит. И говорит смотри. У тебя тоже... Иншуранс. Не хорош. Вау. Сейчас я... Он мне говорит. Ты знаешь. Только это... Это... Уже сто... Сто долларов. Это минимум. Не. У тебя там... Твой адрес неправильный. Он мне говорит. Только это сто долларов. Так он мне говорит. Только это сто долларов. Сейчас. И этот офис это была женщина. Вы знаете. Когда есть мужчина. Он такой. Мужчине есть с кем говорить. Женщины. Есть очень большая разность. Мужчины и женщины. Да. Они строгие. Но... Они могут понимать. Да. Когда женщина... Женщина. У нее есть много милосердностей. Но когда она тебя поймала, что ты неправильный. Вся милосердность уходит. И это только суд. Это Денин. А это тоже была женщина. И это тоже... Сейчас не только это. У меня был рекорд тоже. Я... Месяц или два месяца тому назад. У меня еще сто было. Что я не... И тоже там я молился. И мне было хорошо. Все было хорошо. Сейчас это уже второй. И тоже иншуранс. Я... 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 Мамашким ад... Э... Ольмост... Почти. Я почти падал в веры. Как будто... Как это можете помогать? Вот и молился. И сейчас уже инсуранс она нашла, что неправильно. Мне было это очень тяжело. Но я сказал, Иславер, есть инон мил в аду. Только Бог есть в мире. Я молюсь, инон мил в аду, инон мил в аду. И потом она еще раз уходит и пишет всякие вещи, и проходит еще раз. И она мне говорит, смотри, you're lucky. У тебя есть... Тебе повезло. Повезло. Она говорит, я не знаю почему. Maybe it's because of the sun. Наверное, это потому что сегодня... Солнечная погода. Солнечная погода. Но... You just have a warning, you can go. Вау. Warning. Да? Все. Ахшав... Что я понял? Она сказала, because of the sun. Когда я молился в машине, я сказал... Я твой сын. Пожалуйста. Я сказал, because of your son. Son... Это тоже... Потому что ты сын. Азанам не говорит, она говорит через него, потому что ты сын. Азанам сказал тогда, спасибо большое, и ушел. Работай. Что мы тогда выучимся? Если человек... Вся надежда только на него, только он, без других. Все, что ты хочешь, Всевышний будет выполнить. Безат Ашем, что это чью... Не только что мы слышали его. Что Безат Ашем зашел в наши кости. Тот же сам себе я говорю. Безат Ашем не отожили эти слова. Аминь. Аминь. Аминь.